Ну, по поводу Зелинского, я что могу сказать? В Украине совершают очень серьезную ошибку, фатальную. Это связано с разницей русского и украинского менталитета. Это очень похожие народы, народы, которые имеют огромное количество переходных фаз. На половину украинец, на четверть украинец, на половину русский, на четверть русский, на три четверти украинец и так далее. Их очень много, и все вы это прекрасно знаете, об этом большинство из вас. В той или иной степени либо является украинцем и носит украинские фамилии, хотя, допустим, всю жизнь жили в России. Или у вас друзья есть украинцы, или там ваши жены мужья украинцы, или у вас какие-то родственники на Украине. Связи огромные, естественно, это очень близкие народы. Но это народы все-таки в своем таком определенном обобщении разные и в чем-то диаметрально противоположные. Ну, Кличевский сказал замечательную фразу, что и русские, и украинцы, он говорил о простолюдинах. И русский мужик, и украинский мужик. Это люди хитрые, двуличные. Но русский – это умный человек, который притворяется дураком. А украинец – это дурак, который притворяется умным. Ну, человек, общающийся с русскими украинцами, он постоянно убеждается в глубокой верности этой формулировке действительно умного человека, который прекрасно знал русскую историю. Украинцы, они много говорят, много смеются, там вот это все у них так хи-хи, ха-ха. И им кажется, что русские, они слушают то, что они говорят, и русских таким образом нужно обмануть. А вот это чудовищная ошибка. Потому что русские никогда не слушают, что им говорят. Для них слова не имеют никакого значения абсолютно. «Москва ни слезам, ни смеху не верит». Она не верит словам, она верит поступкам. Поэтому русские люди очень добродушны. Когда вот на них кричат, там, ну, знаете, русская поговорка. Называй хоть горшком, только в печени клади. Ну, вот оно так и есть. Вот, ну, когда русский понимает, что человек делает что-то не то, с его точки зрения совсем не то, возникает необратимая реакция. Как узнаете, аксолотли. Аксолотли – это такой зверек. Вот он в Утенном офисе, кстати, живет. Есть там такой аксолотли не по там. Ну, это не по там. Он такой желтенький, симпатичный, беззащитный, с маленькими лапками. Но этот аксолотли – это не взрослый особь. Это такой, как бы, ребеночек. И он всю жизнь живет в этом состоянии. Но если он попадает в обстановку жесткого стресса, например, резкого похолодания, там, или его что-то сильно пугает, он решает внутри себя стать взрослым. И превращается в совершенно другое существо. Амбистон. Он такой мрачный и ящер, брутального такого вида. Вот это вот взрослый, совершенно не похож на вот этого аксолота. И если он у него превратился, то все. Это вот один раз. Он обратно, дороги нет уже. И после того, как украинцы взяли и сожгли невинных людей, русских, просто за то, что они русские, и стали этому радоваться, и до сих пор радуются, смеются над ними, вот их можно поздравить украинцев. Они получили себе вот такого вот ящера, который их никогда не простит. Он их будет уничтожать. Что бы они ни говорили, что вот мы там не братья, мы братья, а вот давайте дружить, давайте... Поезд ушел. Ушел. И вот в Украине избрали руководителем государства клоуна. Ну, просто клоуна, реально. Ну, клоун. Он смеется, шутит, считает, что он очаровательный, там замечательный. Но дело в том, что она там без том, она не понимает юмора вообще никакого. Она видит объект, который подлежит уничтожению. И поэтому вся политика Украины, которая до сих пор, она такая, знаете, фантазийная там. Давайте мы сделаем то, сделаем это. А вот мы пошутим, вот мы отыграем. Нет, ребята. Не отыграет. И то, что началось, это не то, что там вот все будет решено через два года, через три. Да даже если там признают, что русский Крым, возможно, даже русским отдадут Донбасс, это никакой роли не играет. Это все ерунда. Потому что это история, которая будет длиться сто лет. И остановить эту инерцию невозможно. И это реально страшно. Вот этого он украине совершенно не понимает. Абсолютно. Поэтому они выбирают там этих клоунов, им кажется, что вот маски шоу это очень хорошо, они вот такие остроумные, там сделали то, сделали это, вот они пошутили. Ну и там будет гиперлуп строить, там же из Украины и так далее. Ну, гиперлуп они получат. Получат. Я говорил, что украинская тема основная 15 лет назад. И меня даже не услышали, то, что я сказал. Услышали только, когда поняли через 10 лет смысл. Вот то же самое я говорю сейчас. Тоже вот как-то вроде какую-то ерунду человек говорит. Вот увидите, что это не ерунда. Украинцы. Русские-то они понимают. Украинцы увидят. И у них проблема. Не в том, чтобы там нормализовать отношения с Россией, там сделать какую-то открытую границу. У них проблема другая. Выжить. Им надо выжить. То есть, армянский анклав находится внутри Азербайджана. И ему надо выжить. Какая-то дипломатия здесь, внутри вот этой жесткой схемы, которая возникла, в силу очень многих геополитических причин, она невозможна. Но выжить можно. Но надо понимать это, как прекрасно понимают армяне и прекрасно понимают азербайджанцы. Они ситуацию, армяне и азербайджанцы, они прекрасно понимают. Поэтому они худо-бедно существуют. Ну, после войны там какой-то, конечно, постоянные там какие-то провокации на границе. Но они понимают. Азербайджанцы понимают. что перед ними армяне, армяне понимают, что перед ними азербайджанцы. Вот русские понимают, что перед ними там армяне или азербайджанцы. А вот другая страна не понимает. И это большая проблема. Большая проблема для Украины. И в интернете я не видел ни одного украинца, который хотя бы частично понимал смысл этой проблемы. То есть, человек говорит там, вот русские, они какие-то эти, значит, там, у графины какие-то там, жидокацапы, вот, монголоида, недочеловеки, они вот жестокие, злые там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И тут же на этом фоне какой-то прекраснодушный лепет вот на уровне вот этих вот клоунов, маски-шоу очень хорошо, там, и так далее. А кому они это говорят-то? Мне говорят, это ящеры, которые их хотят съесть. И которых невозможно ни изменить, ни переименовать, там, ничего. Это украинский характер там. Там брат, не брат, брат, не брат, 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 не брат, не брат, брат, ты мне брат, не брат, не брат, брат, не брат, брат. А русские, значит, это брат и не брат. Вот не брат, значит, кто? Иуда. И все. Ну, такой народ северный, северный народ, не южный. Он может, внешне может быть и южным, Потому что, конечно, русские, они в значительной степени, вот северные, это эти русские, они восприняли южную культуру, вот эту польскую, там, украинскую И внешне выглядит так, похоже, но народ другой Поэтому в России были такие страшные кровопролитные войны, в которых они выиграли В очень сложной ситуации, когда сожгли Москву, или там сделали блокаду многолетнюю Ленинграда, Петербурга Ну вот, ничего не смогли поделать, потому что обиделись, серьезно так обиделись, по-северному